Жир в области живота часто обусловлен генетическими факторами, посмотри на фигуры матери или бабушки. Также он нередко появляется при менопаузе или при развитии поликистоза. На него могут влиять стрессы и плохой сон. Получить плоский живот можно, но это требует времени и сил. Жир с живота уходит, если заниматься аэробными упражнениями. Бег, велосипед, плавание, подойдет все, что повышает сердечный ритм. Исследования показывают, что 20 километров бега в неделю достаточно для возвращения плоского живота, а жир сжигается на 67% быстрее, чем в тренажерном зале. Если бег не подходит, просто ходи 45-60 минут в день. Впрочем, другие упражнения тоже важны для развития мышц и разгона метаболизма. Если мышцы и жировые клетки работают недостаточно хорошо, организм начинает производить больше инсулина. А он требует запасов жира, особенно в области живота. Богатая белком диета поможет этого избежать. Можно есть продукты с большим содержанием белка, добавлять его в еду как дополнительный ингредиент. Исследование показало, что женщины с лишним весом, которые два месяца питались по правилу 30 белка, 40% углеводов, 30% жиров, потеряли больше веса, чем те, в чьих блюдах соотношение было 19%, 55%, 26%. Они помогают наращивать мышечную массу, а не жир, и содержатся в орехах, семечках, авокадо и рыбе. Женщины старше 45 лет, практиковавшие йогу в течение 4 месяцев, сообщили о значительном уменьшении висцерального жира, что описано в исследовании, проведенном в 2012 году. Если йога не твое, можно взять любые успокаивающие упражнения, например, глубокое дыхание. Считается, что после успокоения, когда мозг и тело приходят к гармонии, снижается уровень кортизола, влияние стресса, и уже не хочется заедать проблемы. Постоянный сон меньше 5 часов помогает накапливать висцеральный жир. Недостаток сна возбуждает аппетит и снижает способность противостоять поеданию вкусных продуктов. В нем содержатся котехины, помогающие сжигать жир. Достаточно 2-3 чашек в день.